здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а знаете под фокус моего внимания попала группа артик и асти на наших глазах не так давно она распалась и сейчас аня асти дает сольные концерты вот недавно я была на ее концерте ну должна сказать что мне очень не понравилось ждать целых два часа начала но это оставим на мои личные ощущения да все-таки меня заинтересовала вообще эта группа в целом почему они расстались вот артем сани почему расстались изначально да вот сейчас новая солистка дала интервью и вы мне об этом написали и я стала смотреть и стала вникать в это все но мне не хватило информации невербального поведения поэтому готовьте здесь мы будем разбирать еще и астрологию показатели а здесь конечно же ну вот мне захотелось разобраться что на самом деле у этой группы произошло потому что они нам не дают причину почему они расстались если вы знаете причину напишите мне в комментариях может быть и и не стоило мне в это вникать но я со своей стороны вникнув должна сказать что вот я получила ответ ответы на много вопросов почему например аня делает так много пластических операций почему они расстались вот артем сани и на самом деле очень интересная штука вот почему расстались артем сани и почему они могут раз артем может расстаться севиль там разные причины могут быть вернее вот то что я предполагаю сани было это совершенно другое что будет севиль если будет но опять таки все мы все выбираем и здесь я не могу прям со стопроцентной уверенностью предсказать их будущее на самом деле мне очень понравилось севиль как она держалась на интервью но давайте смотреть по порядку и я для того чтобы вообще всю хронологию восстановить я посмотрела интервью которая еще группа артик и асти перед тем как они разошлись они дали интервью ксении собчак и это было последнее совместное интервью которое вы меня просили тогда еще разобрать но у меня тогда руки не дошли но сейчас дошли потому что знаете как чем интересе вот если появляется интерес мотивация то человек сразу начинает этим заниматься так вот я занялась этим и давайте посмотрим что же было между ними на момент когда они давали интервью кто из них предполагал о том что они разойдутся давайте внимательно смотреть все у вас монеты есть вещи знаешь как брачный контракт можно очень друг друга любить прямо обожать но вот ты уже заключил и те как-то вот обожаешь два раза больше вот в этом смысле права артикасти на тебе то есть если они уходят она может уйти только в сольный отдельный проект она не может уйти с этим именем правильно в любом случае нет потому что смотрите как аня замирает и слушает да я автору причем челюсть низко на очень многих песен то есть а страхует то что нейминг на тебе весь правильно ну пусть так будет да просто нет стоп даже если бы если бы мы представили что это хожу зачем мне артикасти группа там есть его имя и мое все ну как бы это бессмысленно это логично ну как бы у нас даже споров на эту тему может видите и чешет шею говорит о том что она беззащитна в этом вопросе она не подстраховалась она показывает свою беззащитность да мы помним про шею я вам неоднократно рассказывала но для тех кто в первый раз у меня на канале объясню дело в том что шея это беззащитность древние времена ну вот особи которые вот у нас были там клыки очень сильно наши предки да как умерщвляли друг друга при встрече перекусывали сонную артерию то есть это место считается самым опасным на теле и ну например там вождь он своей самки вешал сюда бусы кстати про бусы боже мой да сейчас это конечно же украшение но в те времена бусами помечали самку вожака да я как самка вожака теперь и сижу рассуждают да да так вот шея это самое беззащитное место и если человек к этой к этому месту притрагивается речь идет о его не защищенности да это бессознательный такой жест и в данном случае вот аня нам показывает демонстрирует я вообще никак не защищена от того что вот если я уйду то я уйду но ты какой шанс даешь на то что вы разосретесь как большинство наше вы знаете нервный смех со стороны а не битлы распались я живу ситуативно я не гадаю никогда можно гадать там может мы сегодня участвуем ты нас поссоришь мы поругаемся а может мы еще десять или двадцать лет проработаем вместе и счастливы будем и все остальное поэтому здесь шанс какой вот ты сколько процентов даешь на то что что мы разосремся ну да что прямо видите и аня при слове разосремся делает пинок а ей не хотелось бы но что-то есть такое что вот внутри идет вот мыслительный процесс не знаю один мне кажется из всего всякое бывает всем привет друзья как вы уже поняли вчера вышла официальная информация из первых уст из моих уст о том что аня моему сожалению наверняка найдутся те кто и счастлив этой новости но аня покидает коллектив артика да и ну по поведению они я вижу что она довольно напряжена была в этом интер на этом интервью и что-то ну скажем так бы были какие-то обстоятельства которые наталкивали ее уже на эту мысль и но видимо все-таки натолкнули не скажу что он здесь грустит по-настоящему но ну получается что как бы разошлись и разошлись да но а то что есть что-то явно не нравилось и она уже ну можно сказать навострила лыжи в этом интервью это было видно может быть просто он лучше это скрывал да может быть это уже было на момент интервью известно не знаю но знаю что точно вот на интервью она уже но предполагала такое развитие событий а теперь идем дальше теперь вот меня очень сильно заинтересовало вообще вот что же за человек это аня да и ну вот я попыталась разобраться в этих людях до которые участвовали участвуют в этой истории ну и начала естественно с они конечно ну бросается в глаза то что она многое сделала со своим телом она очень сильно изменилась да и вот ну конечно я не буду здесь осуждать или поддерживать вот это все но откуда это берется вот это вот мне было очень интересно и давайте послушаем что вот как это происходило как она это описывает и разберемся дальше что же за аспекты в ее наталью космограмме натальной карты я не смогла поставить построить потому что я не знаю времени ее рождение но космограмма уже даст нам ответы на многие вопросы давайте смотреть первой операции как я понимаю ты в юности мечтал какой момент стал недовольна суши 13 дней не в 13 лет 16 и обратите внимание вот как перекликается астрологическая вот наша вибрация с тем какие из мы трогаем вообще вот пальцы пальцы у нас тоже отвечают за определенные эти планеты вот например тот палец который она трогает и на котором у нее кольцо этот палец это палец сатурна который отвечает за дисциплину за структурирование и на мы потом посмотрим что у нее с этим сатурном происходит то есть она пытается с помощью своих вот с помощью того что усиливает с помощью кольца этот палец да вот притрагивается в моменты волнения то есть здесь активизирует энергию да то есть вот она изо всех сил добавляет энергию туда где она бессознательно чувствует слабость слабость вот дисциплинарных вопросах там очень много таких моментов которые ей нужно прорабатывать и она вот так вот бессознательно пытается вот как-то прорабатывать это давайте я у всех вообще у всех моих подружек у всех выросла грудь абсолютно у всех я была плоская доска и два соска как говорится то есть я не вижу никакой проблемы в том что ксения так улыбается потому что ну конечно же она она это знает да и и у меня та же самая проблема да но мы ну вот я и ксения да мы не побежали делать и менять я в общем то сейчас с возрастом очень рада что я не побежала менять ничего потому что сейчас когда у ровесниц у которых это выросло она сейчас отвисла а вот у ксении у меня как бы не было и нет и как бы нет проблем не было проблем и нет проблем то есть это это можно свести к юмору но в данном случае мы понимаем что это вызывало какую-то неприятность человеку было неприятно да неприятие вот вызывал если тебе это облегчит жизнь если ты перестанешь стесняться все время об этом думать подпихивать эти подушки дату почему не сделать сейчас все конечно там выступатели за выступающие люди за там натуральные всякие формы за жизнь без пластических операций меня обосрут вот но я считаю что если тебе некомфортно в своем теле меня и главное меня адекватно то есть у меня нету чего-то такого знаешь типа там я не помыла андерсон там с огромными с огромной грудью за счет которой я не знаю там самовыражаюсь и это просто хотел и я хотела просто чтобы на нет и хотя что мы просто было на просто было но и давайте посмотрим на ее космограмму вот здесь вот я считаю собака и зарыта посмотрите я когда на консультациях я делаю космограмму или натальную карту я сразу смотрю какая обстановка в этой квартире почему я называю это квартиры вот перед вами сейчас все планеты расположены по кругу до представьте что это такая большая коммунальная квартира с 12 комнатами то есть это вот все знаки зодиака это комнаты да и вот в этих комнатах располагаются все планеты и получается что в какой комнате это в общем смотрю в каких комнатах но самое главное как эти планеты между собой общаются и вот это мне прям четкий сигнал того какая обстановка в этой квартире ведь бывают коммунальные квартиры в которых там настолько все дружат до праздники вместе справляют и на кухне встречаются там празднуют и так далее а бывают коммунальные квартиры где все друг друга просто убивают судятся и вот это тоже бывает и вот вот это вот прям четкая четкий показатель как у человека внутренний мир построен да вот вот каждый вот этот конфликт который обозначен красной полосой вот это задачи для человека в этом воплощении чтобы вот эти планетки между собой подружить это как правило оппозиция и квадратура между планетами да вот если они в таком конфликтном напряжении да как вот то есть получается дом это ну то то где человек спит да где он отдыхает а когда в этом доме ты приходишь и сосед тебе извините под дверью гадит да или там на кухне ты с ним встречаешься а он тебе делает всякие пакости и кидается на тебя с ножом конечно же ты не можешь там отдыхать тебе нужно подружить этих соседей да потому что жить с ними по-любому придется вот это космограмма при рождении она была дана а не да и вот хочешь не хочешь а тебе вот это дано вот эта квартира в которую тебя поселили и твоя задача здесь всех помирить но это лирика да но смотрите вот речь сейчас шла о том что ей не нравится собственное тело какие сигналы говорят об этом вот ну тут конечно много конфликтов очень много но самое сложное это то что вообще смотрите ну давайте по порядку да по порядку не не от сложного от такого менее скажем так значимого в данном вопросе но смотрите луна находится в оппозиции к сатурну но кстати луна она очень сильно меняет но она в течение дня проходит целых 13 градусов поэтому это не факт что она будет в оппозиции но тем не менее предположим что она в оппозиции и о чем это говорит получается что сатурн в общем-то в козероге ему комфортно здесь находиться но он ретроградный и он со всеми в ссоре от него идут вот именно красные полос ну красные вот эти вот ну тут есть правда клелит клевит это вообще значит всякие соблазны это вот как раз то есть в соблазны вляпаться это вот ей нормально а вот чтобы выстраивать нормальные гармоничные отношения да вот где все стабильно и дисциплинированно ей очень сложно вот с таким сатурном который со всеми в ссоре ссоре он возможно с луной и еще он в ссоре с юпитером вот юпитер рядышком с луной и получается вот еще одна линия оппозиции вот луна это под вопросом да получается эмоциональная жизнь с дисциплиной в ссоре может быть может не быть да вот если луна там пройдет несколько часов луна отошла или не дошла до на здесь может не быть этой оппозиции но с юпитером оппозиция по-любому то есть это говорит о том что во время не подписанные какие-то документы но это ладно это не про внешность да поэтому вот эта оппозиция тоже ей надо больше внимания уделять тому чтобы во время все делать вот дисциплина должна быть на месте и кстати вот что касается вот этой самой дисциплины я на концерте в анталии целых два часа ждала начала объявленного начала да вот и пришлось ждать целых два часа я не знаю с чем это связано то ли это настолько не дисциплинированная сама аня то ли это какие-то организационные проблемы но как правило организационные проблемы возникают у тех у кого вот такая вот ситуация вот напряженные аспекты да но здесь мы понимаем но все-таки верни вернемся к внешности да а значит венера у нее находится в тельце и это сигнал того что ну смотрите она влюбляется в мужчин ну вот где находится венера это то в кого мы влюбляемся влюбляется в мужчин стабильных таких вот земных на которых можно положиться и как правило такие мужчины любят женщин с формами потому что формы это признак стабильности что эта женщина во время голодовки не умрет но это это знаете бессознательные такие штуки и поэтому первым делом она сделала как раз именно грудь чтобы привлекать именно этих мужчин которые ей нравятся да это так бессознательно она сама не понимала почему да но самое главное почему она так недовольна внешностью это вот венера в оппозиции с черной луной с нашей дорогой лилит и это я считаю что просто вообще конечно ну она никогда не будет довольна собственной внешностью она не получается что всегда будут соблазны что-то себе подделать всегда будут соблазны где-то себя раскритиковать то есть никогда она не достигнет того чтобы вот прям наслаждаться собой вот такой какая я есть поэтому вот такая вот история да но давайте идти дальше что еще интересного мы у нее найдем вот и ну то есть тут много чего интересного и в основном она все в своем интервью проговорила давайте еще один момент затронем который она действительно упомянула да и как это отражается в натальной карте ты не думаешь что вся эта история вот с пластикой это может быть отражение каких-то там не знаю твоих травм связанных с мужчинами конечно естественно истории там ты недавно рассказывала что 7 лет у тебя были 6 половины отношения не столько чтобы абьюзивные нет он был классом это были мои первые отношения это потом уже когда я переехала в москву вот у меня были не одни отношения практически все знаешь когда у тебя повторяется одна и та же ситуация ты вечно уповаешь на бога на вселенную а зачем за что мне такое дали все и не понимая что это твоя программа которая вот в тебе как бы да она измены предательства вранье постоянно кита гуляния вот все что может быть связано с абьюзивными отношениями у меня никто не бил никогда потому что я в этом плане умею себя защитить разобралась вот что в тебе за программ да эта программа с отцом связанная у меня папа очень очень сильно изменял маме да и там про папу она много чего рассказывала и знаете но конечно неудивительно вот то что она описывает это это прям четенькая программа которая описывается вот она солнышко которая в оппозиции опять-таки с ураном вот 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 это вот получается что солнышко это то ну про отца про отца какие отношения с отцом вообще что отец заложил и вот здесь опять еще одна проблема которую она сама озвучила которую она молодец проработала она без злости говорит о своем отце но тем не менее она говорит с болью она рассказывает там какие-то случаи когда он там маме изменял и она очень сильно брала это все на себя да и получается что вот это вот по сути да она за программе вот вот эта программа на то что все мужчины которые будут появляться в ее жизни вот она проговорила сама мужчины это оппозиция с ураном уран это у нас эксцентричность неожиданность это люди которые разрушают все правила вот ее интересуют только такие мужчины я не знаю сейчас она замужем вот на момент интервью она была замужем и муж как-то очень спокойно себя вел я не знаю может быть там в тихом омуте черти водятся но такой прям стабильный спокойный ей явно не подходит единственное что если она вот эту оппозицию реально отработала у психолога то считай что эти планетки подружились и вот вот наша задача вообще в принципе вот в этом в этом воплощении вот так открываешь свою натальную карту смотришь свои проблемы да и идешь к психологу прорабатываешь вот это вот четко проработать вот то что папа был такой эксцентричный папа был такой вот прям весь на взводе да ему нужны были эмоции ему нужно было что-то такое веселенькое вот он себя веселил на глазах у дочери и тем самым сделал вот такую программу ей не знаю может быть она действительно это все хорошо проработала да и уже на момент интервью она была здоровенькая в этом смысле да но вот вот пожалуйста ну работать и работать девчонки и конечно же ну вот я я тоже часто консультирую да и ну вот открываю карту и вижу сколько домашнего задания было выдано при рождении каждому из нас и там конечно ну вот вот такая ситуация она нечастая но все равно встречается да и здесь вот я вижу что человеку нужно очень много работать над собой и тут вот по каждому по каждой планете которая друг с другом ну там планеты ссорятся да вот там по каждой планете можно рассказывать ну вот и прорабатывать это все необходимо просто иначе мы это все опять тянем следующее воплощение но я не знаю верите вы в это или нет но тем не менее а да значит теперь ну вот с они более-менее разобрались да теперь давайте посмотрим что касается новой солистки севиль вообще конечно мне она понравилась вот честно скажу на прям такая вот вот как надо понимает мне мне безумно она понравилась да и ну ладно мои мое отношение убираем в сторону значит что мне понравилось то что она говоря какие-то вещи очень четко иллюстрировала это телом вот давайте посмотрим как это происходило уже отыграв концерт пришла домой поняла что те люди которые хотели прийти они пришли я им благодарна кто не смог прийти не тоже живут свою жизнь они не обязаны посвящать каждую секунду своего времени мне тем не менее это отпечаталась в моей душе и появилась видите как она показывает она действительно говорит об агрессии да она сейчас это проговоришь какая-то наверное аутоагрессия ну я эмоциональный человек и когда я не знаю куда эту эмоцию правильно экологично скажем так слить я ее направляю против себя ну спасибо за честность то есть она продемонстрировала движение челюсти вперед да и потом сказала что да действительно я испытывала агрессию вот это вот я понимаю не не скрывает человек да честно как есть так и рассказывает следующий фрагмент а интересно по поводу контракта вот в предыдущем случае там были проблемы до сатурна мы видели что сатурн поссорился со всеми да и вот вот эти вот обстоятельства договорные не прописывались ну вот с помощью документов да что же здесь происходит давайте посмотрим вот здесь уже совсем другая история и эта история находит подтверждение и в космограмме севиль ну мало ли может быть вы решили поработать сначала на добром слове а потом заключить контракт ну то есть в начале самого начала вы заключили контракт и потом начали работать только нет мы поработали и в процессе стали друг с другом знакомиться и я говорю это не случилось в одночасье что вот мы две-три встречи провели такие а ну все понятно давай подписываться и так далее нет мне было очень много вопросов касающийся видите как пиджак закрывает лацканы пиджака это тоже очень такой показательный момент кстати когда человек ну одежду натягивает до или лацканы пиджака натягивает это в принципе одно и но знаете вот ли ленин например он пальцы прятал сейчас не хочу нарушить свой звук да он пальцы прятал и выставлял большой палец то есть вот лацканы пиджака это вообще хороший способ для того чтобы скрыть эмоции да что то вот что то скрыто здесь да что то скрыто об этом она не хочет говорить но в общем-то это ее право да но там была работа прям проделана очень серьезная видно и это для нее очень важно понимаете важно это сохранить в целостности важно об этом не говорить и важно что это было проделано и посмотрим ее состояние в ее отношения сатурна с юпитером вот что да вот посмотрим сначала на ее поведение да то есть все все по правильному все по вот как надо моего присутствия в проекте артика асти потому что я уже на эти грабли наступала когда ты говоришь мы там братья мы сестры мы родственники мы друзья и все остальное нет вот это даже знаешь моя прихоть все будет подписано да в общем то понятно но давайте посмотрим что же у нее сатурн с юпитером это же кстати и с луной торт но луна тоже тут под вопросом до юпитер рядом с лутой но это тут как раз совпадение потому что неизвестно кто когда родился да и вот он луну мы особо не учитываем при этом разборе но смотрите опять вот сатурн юпитер до юпитер в соединение тоже с луной как как и в предыдущем случае но от сатурна идет зеленая линия три гонщик три гонщик это очень хорошо то есть он сатурн дружит с юпитером и ну это знаете как вот в случае с они да они друг другу пакости строят да вот сатурн с юпитером там на кухню придешь а там у тебя все кастрюли вымазаны чем-нибудь там еще что то а здесь сатурн приходит на кухню да и вместе с юпитером садятся и проверяют документы да вот вместе собираются и вместе конструктивно решают какие-то вопросы понимаете вот вот она дружба между планетами и вот как она выражается в жизни то есть в предыдущем случае у они с артемом ну а как пойдет до выстрелит не выстрелит а я просто спеть пришла да вот как у них начинался дуэт она просто пришла спеть просто потому что ей хотелось попасть песню вот и все а здесь прям четенько да ну да безусловно тут человек пришел уже на сформировавшийся проект да и для нее это была большая удача но тем ни менее она не просто пришла она пришла и четенько обговорила вот мы на этих условиях на этих она других я не согласна и вот вот пожалуйста вот так вот работают планеты да и это очень важно а еще момент хотела уточнить вот тоже смотрим я никогда не было целью выйти замуж мне кажется вывод своей со своей семьёй мне были вечные разногласия потому что я выросла мусульманской семье в таком восточном царстве мне кажется предел мечтаний прошу прощения маму блин ну скажи что то предел мечтаний для родителей наверное больше вот пораньше вышла замуж опять стабильность чтобы детки были чтобы вот 30 ты уже уже такая знаешь как у нас на кавказе я считалась просто уже списанный товар да вот что касается мусульманство кстати для меня было неожиданностью что она мусульманка и она об этом говорит тише то есть она стесняется этого бог это ее право да но смотрите что говорит о том что вот такая вот ситуация во первых венера находится в козероге это как раз вот и есть то что какие-то правила да не дают венере раскрываться но здесь она как бы поставила котлеты отдельно мухи отдельно она смогла договориться вот на этот счет до венере здесь не комфортно находиться в козероге козерог любит все по-правильному и его покровитель получается сатурн да и и по сути вот и да давид да на венеру но венера сказала извини сатурн о извини козерог я вот буду так как я считаю нужным да но смотрите внутри она все равно ну вот вот это вот говорит тише да она все равно смущается она не уверена в том что делает правильный выбор вот вот это вот как раз и есть вот это положение венеры но самое интересное что венера в квадрате с юпитером это еще одно давление на эту венеру получается что социум говорит ты не правильно живешь ты должна жить по-другому и вот вот это вот внутри у нее как раз то что она говорит об этом тише все равно она это не может отбросить да она не может ну как бы вот вот это вот сорочка у нее все таки есть в ее квартире да и тут не только это вот еще одна сорочка но они я расскажу в конце потому что тут как раз запрятана возможная причина расставания в дальнейшем но об этом не хотелось бы сейчас очень сильно говорить давайте все-таки вернемся вот теперь к астрологическому чисто разбору вот этого дуэта сначала артик и асти да посмотрим позитивные и негативные аспекты вообще как ну вот так получилось что они что у них было хорошего да и что было плохого для этого я совместила космограммы вот артема и они сначала и вот вот это перед вами их синастрия да синастрия это не обязательно про то чтобы жить вместе да и рожать детей совместных это творческий проект тоже потому что встретились два человека и они создали ну по сути новую жизнь это группа артик и асти да ну и что у них позитивного а значит смотрите ее марс ее марс вот по внешнему кругу это она значит в тригоне находится с его солнцем это значит что они вместе делают активность достижения амбиции вот вот все что может захотеть солнце она включает свой марс и достает ему звезду с неба до на вершину вместе вот вот такой аспект это просто вот про достижения единственное чего здесь не хватает когда они достигают вершины оказывается а куда дальше вот 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 такой союз ему надо дальше продвигаться на находить какую-то мотивацию чтобы идти дальше они достигли высоты и сказали стоп ну все все уже хочу еще может быть вроде все все достигли ну как бы дальше идти некуда и поэтому ну как бы ну можно сказать сдулись да потому что вот вот этот вот это соединение про то чтобы чего-то достигать надо всегда находить новые цели надо всегда чего-то достигать дальше а ее уран где у нас вот вот этот зелененький аспектик да вот это тоже где планетки дружат да вот вот это тоже две планеты две квартиры соединяются в одну еще большую и как там происходит общение вот когда две квартиры соединяются там уже не учитывается то как они там срались между собой извиняюсь они уже начинают как два клана работать да вот этот клан подружится ли с этим кланом да и вот здесь уже другая история наступает вот для того чтобы понимали да вот эти соединения как бы то что было у каждого из них это отдельная история а то что они когда соединились как их планеты договариваются между собой да и насколько это все гармонично вот это вот как раз и есть синастрия да и вот эту линию разберем получается ее уран и его узел в тригоне находятся получается что ее независимость смелость помогают ему в реализации его призвания опять вот пройдет опять про достижение да дальше ее узел вот и его венера получается здесь она ему помогает с предназначением а здесь он ей помогает с предназначением значит ее узел с его венеры секстиле а значит его чувство прекрасного то есть получается здесь на венеру да зацеплена зацеплена то есть он видит это прекрасное и помогает ей реализоваться а мы помним что у нее с венерой как раз проблема да она идет не туда она начинает в себе копаться на начинает себе недостатки находить а он как раз приходит говорит слушай посмотри вон какая звезда давай возьмем ее вместе да и вот вот он ей показывает другие горизонты да ну нафиг эту внешность хорош в этом разбираться давай мы с тобой достигнем этого он ее заряжает и поэтому получается что они друг другу помогают прийти к предназначению то есть три пункта которые их двигают вперед я надеюсь вам не мешает тазан потому что не хотелось бы прерываться ада теперь негативные аспекты которые к сожалению ну и в общем то мы видим привели к тому что они расстались значит ее солнце и его нептун вот ее солнце и его нептун получается в оппозиции у нее кстати тоже солнце в оппозиции помните да а что это такое он ее вот можно сказать очаровал при встрече вот вообще вот когда вот такая позиция то это личность нептуна она настолько ну вообще такая загадочная классная замечательная глубокая что солнце просто проваливается в это да и вот просто очаровывается общение но нептун это в общем то в какой-то степени обман да и получается вот казалось бы вот этот отсутствие договора чья это вина вот она да она разгильдяйка из-за того что у нее там вот с сатурном проблема но он бы тоже мог настоять да он мог бы ее подстраховать но он этого не сделал почему потому что видимо все-таки нептун сказал да ну нафиг давай это шито-крыто пока оставим на может ничего не получится если получится но как бы вот так вот ну то есть он подстраховался да а значит нептун это обман уклончивость где-то может быть да вот вот недоговаривание солнце хочет доминировать хочет быть звездой ну в общем то он ей это дал да но при этом он всячески ускользал возможно она и задавала вопрос про ну а как бы договор подписать а он говорит да ладно да ладно ну то есть вот таким вот но знаете вот между ними вполне возможно что было просто телепатическая связь вот когда вот такая связь между нептуном и солнцем это телепатия между людьми да и вот вот благодаря вот этой телепатии да и рождается что-то гениальное понимаете но как бы здесь и хорошо и плохо да плохо вот насчет договора я считаю ну судя по всему как бы она ушла ни с чем да ну единственное конечно имя наработала так она в общем то ушла ни с чем а дальше ее венера а вот ее венера с его кем меркурием в оппозиции что это такое она ну вот получается венера это про эмоции это про то как она вот как она любит да ну вот вот это вот женская да а с его стороны меркурий это расчет это бла-бла это это какие-то вот такие вот более четкие понятия да и в какой-то момент она вот со своими эмоциями а он ее остужает своими фразами да и вот это вот получается что она его может считать слишком умным холодным расчетливым а он видит в ней слишком мягкую без инициативную вообще никакую потому что блин но зачем вот эти женские вот эти эмоции да думает он давай вот мы сделаем вот это четко да вот и логически логически не четко четко это у нас про сатун логически выстроим схему она говорит а давай будем всех любить вот вот и поэтому они друг друга не понимают они говорят на разных языках он логик она эмоции то есть получается ну вот я предполагаю что их все-таки в итоге развело недопонимание и его уклончивость в плане подписания все-таки договора ну вот или ну я не знаю насчет договора была ли там проблема но его уклончивость все-таки ее явно напрягало и плюс еще вот вот эти позитивные аспекты как бы они достигли цели то а дальше идти некуда нет мотивации да и тут уже полезли на первый план вот эти вот негативные два аспекта получается три позитивных и и два негативных аспекта это что касается этого союза теперь давайте посмотрим второй союз до пассивили что мы видим а здесь у нас как бы на первый взгляд линии меньше но на самом деле позитивных аспектов здесь целых пять и негативных тоже два позитивные это считается и соединение планет это вот вот это вот . синенькая это тоже считается вот когда планетки соединились они тоже друг с другом общаются и общаются хорошо потому что они соединились им деваться некуда им приходится договариваться они в одной комнате живут да и здесь уже хочешь не хочешь это не не на кухне ты там будешь портить все или ты будешь встречаться и там пиво пить вместе да а здесь уже живешь в одной комнате поэтому хочешь не хочешь крутись как хочешь мириться надо поэтому вот здесь вот три соединения по планетам и два зеленых аспекта вот это вот как раз и говорит о том что у артема севиль а значит ну вот получается 5 аспектов которые они позитивны до первое соединение сатурн с юпитером то есть получается вот договор первое первым делом до деловые отношения она его дисциплинирует он ее вдохновляет вот и получается она ее сатурн и его юпитер получается да они встретились и она такая стоп давай-ка я с кузнецом приду я я все как бы я все эти сказки знаю давай подписывать договор да мне конечно все это радостно и лестно что ты обратил на меня внимание но давай это все пропишем на бумаге то есть вот это вот сразу четенькая вот это соединение говорит о том что без договора не туда и не сюда да может быть она дала там ему какие-то бонусы но эти бонусы явно были для того чтобы продемонстрировать свои вокальные способности свою там конкурентоспособной ну прочее прочее но тут сатурн четко знает что делает да и поэтому вот такая вот история и она об этом нам сказала в том числе телом что для нее это важно да то есть это очень серьезный аспект дальше так соединение меркурий и сатурн вот вот это вот все скопление да вот здесь вот у нас два соединения это меркурий сатурн и луна и венера но опять-таки по луне одну плюс-минус да может быть может не быть но тем не менее значит меркурий сатурном получается что здесь ее сатурн а здесь его сатурн то есть получается его сатурн берет под руководство ее голос ее выражение мыслей ее интеллектуальные способности ну вот сатурн это голос и получается что он берет ее под свое крыло это же выставляет свои правила то есть она ему поставила правило по социуму до договор пожалуйста он есть ставит правило по манере исполнения потому как она несет себя да то есть вот вот это вот все он дисциплинирует ее мысли и слова получается видите вот по сатурну они оба зацепились и это вот прям четко вот выстраивание структуры до более четкой более продолжительной дальше секстиль луна венера но тут может быть может не быть но тем не менее все-таки когда такой секстиль происходит это вот вот это вот соединение вот ее луна его венера они дают такое знаете отчасти влечение когда им просто хорошо вместе находиться может быть может не быть здесь не ставлю вот на сто процентов до гарантию что но думаю что это есть между ними да что им приятно находиться вместе в общем то хотя может и нет тут тут 50 на 50 да а дальше тригон венера и узел так вот вот это вот видите его узел ее венера то есть здесь уже и и чувство прекрасного помните в предыдущем случае это он своим чувством прекрасного делал предназначение они здесь наоборот она уже вносит новую струю можно сказать в этот проект и показывает говорит а вот так давай попробуем я это вижу так то есть получается что она вносит что-то новое для того чтобы продвигалась его дело понимаете как это все вот люди не просто так встречаются а для того чтобы сделать что-то друг другу да значит а и соединение солнце меркурий это вот вот здесь вот у нас опять солнце с меркурием соединен значит ее солнце его меркурий а значит он ее вдохновляет она ему вселяет уверенность вот такое соединение получается в общем то классно да прекрасная синастрия дальше что негативного может их развести первый момент это то что ну вот я сказала два аспекта но вы видите только одну красную линию первый аспект он значит это квадрат марс и марс вот мы здесь видим в синастрии а второй аспект у севиль натальной карте я вам покажу вот то что мы с вами я сказала потом покажу вот я вам еще раз это открою покажу так вот марс в квадрате с марсом дает но первое это сильное влечение если это просто мужчина и женщина да такая страсть агрессия ну то есть это если будет секс то это будет незабываемый секс но но это с драками совсем вот такое но в отношениях деловых это может быть конкуренция понимаете и вот это вот ну может их это первый аспект который может их сгубить это вот знаете с горяча с горяча они могут разойтись вот вот им надо держать себя в руках то есть оценивать но по себе видно что она четко ценит то что с ней происходит да и ей это нравится но посмотрим когда она достигнет к и тех высот который хочет достичь как она дальше будет себя вести то есть вот эта взрывоопасность у них присутствует они с горяча могут напороть ну вот именно в этом союзе я говорю что это может быть второй момент спрятан у севиль в ее космограмме вот это вот соединение меркурий с лилит он в квадрате а это может быть какое-то коварство и расчетливость с ее стороны то есть она не такая простая девочка как кажется да безусловно она как бы вот сейчас и не ничего ни с кем не надо делить и она ну ведет себя нормально но в случае чего да она хату спалит вот так вот я вам скажу поэтому но если вдруг что-то пойдет не по ней если вдруг он ее чем-то обидит а он ее может обидеть вот благодаря этому квадрату она просто может взять и сделать какую-то коварную штуку ну вот они допустим аня с артемом разошлись как-то тихо и непонятно вообще по каким причинам да как бы здесь приходится копаться то здесь вот если они будут севиль расходиться мы все узнаем об этом самых ярких подробностях я уверен хотя не знаю может она и не скажет но коварство какое-то явно будет но это это опять таки я предполагаю да это еще не факт того что это будет но вот вот такие вот мои взгляды так и что касается вот девочек буквально пару слов ведущая изо всех сил пыталась севиль вывести на то чтобы она сказала плохо или как-то об они она изо всех сил ничего не говорила но здесь вот даже если их соединить в одну ну вот их квартиры соединить то как вы видите здесь очень много конфликтных ситуаций до подружками они не будут и в общем то может и не надо да у каждого своя задача каждый по-своему прекрасен дай бог они разобраться со своими тараканами которых у нее к сожалению очень много и я знаю что у многих из нас этих тараканов дофига извините за французский но мы здесь все для того чтобы работать в первую очередь над собой да и зачем нам лишние проблемы да вот в виде вот таких дружб но дружбы здесь не будет точно даже если мы станем свидетелями какой-то акции да то это будет точно пиар акция ну вот вот здесь вообще вот я я бы не стала связываться вот в эти отношения а давно мы посмотрим жизнь покажет нам всем да как это все закончится как это все будет происходить дай бог чтобы они и дальше радовали нас своими новыми хитами я должна сказать в общем то когда вот такое происходит до расходится группа и одна солистка идет свободное плавание появляется новая солистка мы ведь с вами выигрываем по большому счету мы слушатели мы выигрываем мы получаем в два раза больше интересных хитов потому что их стилистика она в общем то похоже да и мы получаем намного больше удовольствия поэтому я вот как потребитель этого всего я даже в общем то в какой-то степени рада единственное что хотелось бы конечно чтобы аня начинала концерты во время потому что он очень неприятно было целых два часа ждать пока она начнет уже когда началось я не могла просто вот включиться в это все потому что но уже столько ожиданий это просто неприятно поэтому ну вот это это мое личное осуждение которое ну как бы да кстати вот вы если ходили на концерты они что вы скажете может это только у меня там какой-то форс-мажор произошел вообще на других концертах она также себя ведет она также через два часа начинает или как-то по-другому вот вот мне интересно и вообще что вы думаете по поводу всей этой ситуации напишите в комментарии мне очень интересно ваше мнение а я на этом буду заканчивать уже почти 50 минут с вами общаюсь до что-то я под затянула я думала быстро расскажу но видите вот это это конечно ну ты на консультации тоже начинаешь разбирать под каждый аспекты рассказываешь очень много тоже не замечаешь как час проходит адам поэтому да если интересно разобраться в себе или там с вашими партнерами по бизнесу по семье до по детям обращайтесь вот за консультацией там все прям чутенько видно единственное хотелось бы чтобы было время рождения если было время рождения мы бы здесь вообще и по луне бы посмотрели получше и все и и много чего бы еще нашли да ну в общем вот так вот да я с вами на этот раз опять прощаюсь люблю вас всех очень сильно не важно как вы к этому относитесь но я вас всех люблю да до новых встреч пока пока